Я уже думал, блин, может быть, этот самый. Тот Аболкинский привезти сюда и всё, и не париться там. Ну, в смысле, роутер как-то где-то. Роутер мы тебе привезли, там ещё 4 гиганты есть. Ну, где они? Ну, они там. Ну, они там, а я тут. Они там, а я тут. Да, 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 да. Вот, что-то закуска хорошая. Я сейчас какой-то ещё закушу. Ой, ну, давай ещё. Представляешь, Леха, никогда такого не было, чтобы... Вот, какого числа вы заехали? Ну, не помню. Шестого, наверное. Сегодня какой-то же, да? О, шестого, шестого. Первого или второго? Сегодня какое-то число... Восьмое. Я 29 уже. А, ну, я вот в этот день, но... 30-го. Поехали мы 1-го к тебе. Ну да, да? Ну, 30-го. И вот с этого времени... А сегодня какой-то седьмой или восьмой, я помню. За неделю, да? Да. Вот за это время я вот... Лёха, ты веришь? Я сам себе не верю, блин. Я... У меня уже... Ну, это... У меня уже здесь... Это вообще... В бахте переключили, это... Плюс 25. Нет, ну просто тут видишь, как стечение обстоятельств. А тут, да, это элементарно объяснимо. Потому что ты занят любимым делом, приехал? Да нет, я во время тоже любимого дела люблю... Ещё больше его любить. Ещё лучше, да. Как бы. А тут просто, я говорю, вот... Ну... Крёжик, блин, ещё... Тут, блин, ты там... Мужик, у меня ни чая, ничего нету. Я вам только отдельное слово благодарности скажу, что всё хорошо. Устал, парня, сука? Отличный чай. Это хорошо. А так всё, блин, охуительно. Лёх, вообще, вот лес должен вот именно таким быть. Не как обычно, знаешь, вот ты едешь там... И приедешь. Чё-то там... Там... До... Какого-то... До... Не знаю, до заката ты уже там на стоянке, там... Ещё... А должно вот постоянно движение быть. Чё думаешь, я там... Там свет... Только я уже в избушке? Да ни хрена. То же самое. В темноте приезжаю там и всё. Чё, блин... Там... Пять сетей надо высмотреть, поставить там, блин... Обработать туда-сюда и всё, и ты уже... Почему-то у меня эта небоская избушка всё-таки... Как это... Как объяснить? Обычно какие-то светлые пятна бывают. Ну, то есть едешь, да, солнце, природа, да? Ааа... Ну, в прошлый раз то же самое... Не, ну, чё там... Был денёк-то чё, нормально, чё-то... Нет, ни одного денька не поймали. Ну, сейчас... Ну... А... Ну, тогда мы... Когда мы едем... Не, вот сейчас мы едем. Ни одного денька не поймали. Единственное, у меня это... Перед глазами стоит этот подъём постоянный. И... Если ты вниз идёшь, лучше с Артуром не пересекаться, потому что он чё-нибудь в коробочку тебя втюхает... Хочешь, чтобы ты поднимал. Ха-ха... Не, ну а как? Единственная... Знаешь, единственная радость, какая у меня там была? Что у меня был интернет, всё, вот... Вот он... Он когда засыпал, я довольный, ещё часа два в интернете лазил. Ха-ха-ха... Не, ну как... Как вообще вот видеть человека, который... Идёт вообще пустой, праздно шатающийся вообще походкой такой? Не, ну под конец он мне жалеть уже стало, смотрю так. Когда уже всё перетаскали, наверное. Не, 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 ну надеюсь, что я уже это всё уже на пределе. Ну, понятно. Так, конечно, избу где надо переносить, но высоковато. Вообще высоковато. Не, ну с другой стороны... Ну, с другой стороны, кстати, на этой избушке тоже мало останавливается. Ну, нет. А, ключ на 13 не вы подобрали на окно повешены? Не помню. Тортовый ключ на 13 я потерял. У меня в списке... А, был, 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 да, да, да. Уже был повешен? Да, да, да. А я его потерял в снегу. Ну, это не, это я, я нашёл. А, вы нашли? Да, да. А, я думал, что за добрый самолитянин такой? Ну, он... Мне вот нравятся охотники, быстро подыгрывать, я говорю. Ты знаешь, что... Я? Не, 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 не. Это вот окно я вставлял, вот я... Я теперь правда знаю, где всё лежит. Но я тебе скажу, там полдня надо добираться до всего. Лёх, а ты думаешь, почему я не стал ничего рыться, блин? Мы бы видели, когда мы хотели обратно и что-то делать. Мы только приехали, и всё, ну, этот подъём, он мне сразу... Один-два раза я поднялся, он мне всё настроение убил, а тем более, что... А, с чего началось-то? Мы туда приезжаем? И самое главное, не в середине, не в начале, а уже в конце, он говорит... Лёня говорит, по-моему, мой интернет не настроен. У меня сразу бам, бам, жба, всё, у меня всё переклинило. Держак забыл на очередь. Всё, у меня настроение пропало, ну, немножко, конечно, газону... И он мне показывает, что надо вот эти все дрова, слева которые стоят, надо всё перекидывать, блин. Ещё и перекидывал. Ещё и перекидывал. Нет, решил интернет, ещё и дрова заставил перекидывать. Ну, вот. Нет, с охотниками заезжать надо попозже подъезжать оттуда. Единственное пользование, заезжать я больше с тобой не буду. Я тебе могу лодку дать, я лучше на Устетины где-нибудь постою, он, Ваня на избушке. Мне ничего таскать не надо. Не, Лёх, тут, ну, ты неправильно вообще говоришь-то, ёлка-палка. А потом, вот, с какими-то глазами будешь с ним сидеть в одной избушке, да? С какой-то миской. С такими же какой-то со мной, когда миска, что держать нельзя. Вот ты какой коварный, Лёха, оказывается. Да не, не, не. Не, ну там, конечно, уклон, мама не горю. Он ещё молодец, ещё сообразил и приехал, он сразу другую дорожку построил. Мы же наискосок с тобой поднимались. Да. Почему? Не, не, не. Мы с тобой чуть-чуть наискосок поднимались. Вот мы, мы, мы таскались вот эту, то ли приезжали, вот именно, где мы приземлялись. Я понял, понял. А он сразу ещё леветь туда взял и прямо, прямую дорожку построил. Сразу пропилил, сделал дорожку прямо и бил. Ну, чуть-чуть просили. Самый короткий путь, думаю, ну, знаете же, лучше сделать один раз дорогу, чем сто раз во горку ходить, да? Да, и я напрямик пропилил новую дорогу. Ну, а там, в принципе, прогальчик был такой. Был один влево, а один прямо. Прямо покруче был, влево поположе. Я прямо, короче, пропилил. Ну, помнишь, сначала же мы правее приставали, да, как спускайся. Ну, там, там была, была Валёженка такая, берёзка и, берёзка и ещё что-то. И вот мы через неё вот прям лазили. Нет, я ошибаюсь. По-моему, дрова я ещё с энтузиазмом перегружал. Нет. Режи, лежит, лезет. Это его прямо за мотор. Ха-ха-ха. Ну, правильно, правильно. Нет, борзи. Ну, да. Перегружал с энтузиазмом. Это он потом, он сразу в курс наставил. Мы сначала дрова, по-моему, перекидали. А потом, говорит, говорит, по-моему, мы с тобой сегодня интернет. Вот слова вот эти запомнили. По-моему, мы с тобой сегодня интернет не настроим. Ха-ха-ха. Когда перекидали уже дрова. Ну, конечно. По-моему, вот так было всё-таки. Ну, а так я удивлён. Я вообще удивлён. Вообще ништяк. Да, там ещё гора такая. Любой интернет возьмёт. В плане интернета. Погоду ты видел, какая? Вот что меня шокировало. Такая погода... Ну, то есть, вот эти интернет там 601, эти Газпромы, они просто не работают. В такой погоде. Ну, вообще вот странно, что в деревне там вот это стоит, да. Нет, странно. А эти-то вот в любую погоду, блин, вообще... Я, кстати, удивляюсь даже эти вот спутниковые телефоны, блин. Не-не, там другая у них вообще. Не-не, я понимаю. Я понимаю. Я вообще говорю. Странного-то как раз ничего и нету. Тут и спутник над головой, и у него угол другой. А у 601-го, ближайшее, это далековато там получается. Там у спутникового телефона, там на разговор получается, да, на подключение. Там минимальный объем трафика там, там в килобайтах. То есть он идет, чтобы переводить вот цифру к килобайтах. Ну, минимум совсем там, да и доли доли совсем сигнала этого достаточно, чтобы позвонить. Я тебе больше скажу еще. Не, буквально, буквально, что я не узнаю. Двенадцатый или одиннадцатый год. Тот же самый, по-моему, и видим. Проблема была, то есть облака и еще что. Я тебе прочее вот хотел сказать. В двенадцатом году, в одиннадцатом году мы сюда на Вороговку гоняли. В одиннадцатом или в двенадцатом году. И видим был. И все, облака только подходили, все он не уловил. То есть это потом со временем, со временем проблему эту решили. Вот с дядей Игорем-то мы говорили-то на самом деле. Нет. А сейчас везде, значит, было. Проблемы иногда, говорит, вообще, и позвонить-то. А это я, кстати, как-то раз, ну, сам еще первые разы, блядь, удивился, блядь. Пурга такая, блядь, ну, там снежины метены. Ну, пойду там, ну, так, на всякий случай. Блядь, с полпинка вообще, блядь, никак. Не, ему не нравится, блядь. Дай, Толя, вопрос. Почему-то здесь кружек было много? Кого? Кружек было много железа. Да, это и эти самые ездили тут со мной, мирновские научники там. Ну, и вот они тут ходили. Я уже, короче, давай версии строить. Скорее всего, это обувь приносишь, и чтоб ее, так как бы, что дуна горячая, короче, стакан этот затолкал. Леха, все просто, не я повесил. Я уже все передумал, я мимо не ходил. Пять стаканов, думаю, для чего они нужны, понятно? Они еще, гады, взяли тут, это самое, ведь. Мы тебе, дядя Толя, тут оставили там еще, что, оставили пакетик там манка, значит, там такой вот пакетик там, еще что-то риса там, еще. Я думаю, ну что-то оставили там, ага. Ну и в итоге на холодном позабрали все тарелки, блядь. Вот ядреная корова, вот это, я все узнаю этих мирностей. Игорь Негод и болезбрен вето. Продолжение следует...